Приветствую всех на канале PowerTool. Сегодня у нас будет обзор мини-аккумуляторной цепной пилы с Valberis за 3400 рублей. Вот у нас название пилы. Приходит она в таком кейсе. В самом кейсе у нас очень богатая комплектация. За такую же сумму есть еще пилы с надписью Makita, но у них маленькое отличие. Итак, в комплекте у нас имеются сразу ХБ-перчаточки, белые для белоручек. Имеется у нас масленочка. Масло это я уже туда залил. К тесту, так сказать, подготовился. Ну и уже, конечно, честно говоря, попробовал одну делиться, как она пилит. Также у нас в комплект входят вот такие вот очки, чтобы стружка в глаза не летела. Сама пила уже вот так вот собранная. Есть дополнительная защитная рукоять. Которая устанавливается вот так вот сюда. Сейчас мы это соберем. Также у нас есть запасная цепь. Два аккумулятора. По емкости, по-моему, по 1500 мАч. Или две. Конкретнее уже не скажу. Итак, два аккумулятора. Зарядное устройство. Самое простенькое, легенькое. На 1,3 Ампера. 21 Вольт. Ключ для съема машины. Также подтяжки цепи. И имеется надфиль для заточки. Данная пила у нас является бесщеточной. Сверху у нее имеется емкость для масла. То есть автоматическая смазка цепи. Это уже большой плюс. За эти деньги не у каждого производителя имеется автоматическая смазка. Также шина у нас 6 дюймов. Вот так вот здесь отстегивается. Вот этот механизм поднимается. Отворачивается гайка. И тут тоже есть такая удивительная штука. Удивительная штука, про которую я говорил, это то, что у нас здесь автоматическая натяжка цепи. Ведущая шестерня у нас установлена просто на такой фиксатор. Ну, по большей части сказать, наверное, пока нечего. Сейчас соберем обратно и продолжим. Хотя нет, есть еще кое-что сказать в разобранном состоянии. Шина хоть и маленькая, но сделана по-взрослому. То есть в ней уже имеется звездочка на подшипнике. Так, пила обратно собрана. Значит, по органам управления. Просто так у нас клавиша не нажмется. То есть у нас здесь имеется предохранитель. Он как для правши, так и для левши. То есть нажимается в обе стороны. После нажатия только клавиша нажимается. И самый неоспоримый плюс этой пилы в том, что он сделан под аккумуляторную систему Makita. Сейчас пойдем потестим. Зальем масло. И посмотрим, насколько хватит батареи. Ну а что же касаемо аккумуляторов, то сами аккумуляторы у нас не имеют никакого индикатора заряда батареи. И на самой пиле тоже нигде этого нет. Аккумулятор полностью заряженный. И пошли пилить доску. Проверим, насколько пилов хватит. Пилить доску мы будем 15 на 50. Аккумулятор полностью заряженный. Получилось у нас в итоге 35,5 пилов. 35 чистые. И вот она у нас половинка. Вот досюда спилена. То есть я считаю, очень даже хороший результат. Сам мотор по ощущениям горячий. Батарея горячая. Пила остановилась. Ну полежала минут буквально 5. И снова включается. И что ж, я думаю, наверное, проверить, сможет ли она еще что-то попилить. Нет, все же это аккумулятор уже сел окончательно. Лично, вот как по мне, так я очень даже рекомендую данную пилу. То есть комплектация богатая, стоимость невысокая. Идеальный инструмент для дачи, там для дома, где-то какие-то веточки подпилить. Да даже элементарно, такие доски она пилит. То есть где-то ее использовать на кровли. Ну прям вообще, ну просто, я не знаю, там обрешетку спиливать, стропилу распустить. Да в принципе вообще цены-то и нету. Очень легкая, компактная пила. Причем мотор бесщеточный. Батареи в принципе как бы 35,5 пилов. Этого очень прям за глаза. Кому интересно, как говорилось уже, пила заказывалась на Валбересе. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и до следующих видео. И кстати, кто досмотрел до этого момента, тот будет знать, что в следующем видео мы будем обозревать аккумуляторный секатор. Всем удачи и до новых встреч.